Вы должны понять, то, что вы сейчас называете «Я», — это огромный объём памяти. Ваше тело, такое, каким оно является, — просто из-за генетической памяти, которую оно несёт. У вас нос вашей матери, цвет лица или что-то ещё вашего отца, что-то ещё от деда, просто потому, что то, что вы называете своим телом, — это сложное сочетание воспоминаний. В вашем теле живёт древняя память. Сейчас то, что вы называете своим умом, — это на 100% память. Так что вы — огромная куча воспоминаний во многих смыслах. И воспоминания эти проникают в вас по-разному. Вы формируете память через все пять органов чувств. То, что вы видите, слышите, обоняете, пробуйте на вкус, к чему прикасаетесь. Из всех этих пяти различных способов накопления памяти, то, что вы видите и к чему прикасаетесь, является самым глубоким. Особенно то, к чему вы прикасаетесь. Это создаёт определённый уровень памяти в системе. Так что, когда речь идёт о супруге, это подразумевает прикосновение, и присутствует определённый уровень памяти. Развод означает, что вы каким-то образом пытаетесь оторвать эту память. И это будет нелегко сделать по разным причинам. Но в то же время сам факт того, что вы запустили процесс развода, означает, что вы хотите каким-то образом покончить с этой памятью. Может быть, не стереть эту память. Но кого-то, кто был супругом или супругой, кто был во многом частью вашей жизни, постепенно, по какой бы то ни было причине, вы начали ощущать этого человека как ношу, которую вы не хотите нести. Так что вы хотите оставить ношу в стороне. Но вы обнаруживаете, что ношу — это не то, что вы несёте добровольно. Это то, что навязчиво прилипает к вам. Когда что-нибудь навязчиво прилипает к вам, и вы пытаетесь это оторвать, вам будет больно. Если вы захотите избавиться от своей матери, убрать её из своей системы, вы увидите, что это невозможно. Точно так же накапливается память и о супруге. Вы не можете просто так от неё избавиться. Если вы сделаете это, даже мысленно, психологически, если вы можете это сделать, вы всё равно увидите, что вся система неизбежно будет проходить через определённый уровень страдания. Даже если эмоционально и психологически вы находитесь в настолько забалансированном состоянии, что можете справиться с этим, система будет проходить через определённый процесс. Вы увидите, что, особенно когда вы с супругом или супругой оказываетесь разделены, в результате развода или смерти, когда этого человека с вами нет, память в вашей системе будет проявляться гораздо сильнее. В частности, после смерти супруга или супруги. Вы увидите, как память о нём или о ней отзывается в каждой клетке вашего тела, если вы достаточно долго прожили вместе. Это не просто эмоциональный и психологический процесс. Это очень даже физический процесс. Так что развод — это добровольная смерть. В каком-то смысле вы решаете убить то, что является частью вас. Именно по этой причине, исходя из такого понимания существования и того, как функционирует система, вам всегда говорили, пока смерть не разлучит вас, вы будете вместе. Потому что об этом есть физическая память, и тело не обладает таким же балансом, как ум. Ум может принять решение и полностью развернуться, но тело так не может. Чем больше воспоминаний вы в него встраиваете, тем больше оно запутывается. С одним типом памяти тело справляется гораздо лучше. Если вы решили развестись, какими бы ни были причины, я не хочу вдаваться в это. Если этого можно избежать, это было бы наилучшим вариантом. Но если по каким-то причинам вы пришли к такой ситуации, когда это должно произойти, вы должны понять, что развод, по сути, означает, что вы решили убить что-то, что является частью вас. Потому что то, что вы называете «я», — это лишь определенный объем памяти. Как же справиться с этим должным образом? Большинство людей считают, что лучший способ пережить развод — сразу же погрузиться в другие отношения и начать отношения подобного рода. Нет. В результате вы создадите гораздо больше проблем и смятений внутри системы. Крайне важно, чтобы у тела было достаточно времени проработать память, чтобы тело могло создать определенную дистанцию с памятью. В противном случае вы окажетесь в таком состоянии, когда сделать себя спокойным и радостным станет чрезвычайно трудной задачей. Поэтому важно провести этот процесс достойно и правильно, так же, как важно обращаться достойно и правильно с каждым аспектом своей жизни. После того, как два человека делили свои эмоции, тела, ощущения и жизненное пространство, оторвать все это, потому что их память во многом слилась воедино, оторвать — это почти то же самое, что разорвать на части себя. Несмотря на то, что вы, возможно, достигли того, что уже не можете выносить этого человека, все равно вам будет больно. Просто потому, что вы пытаетесь вырвать память, которая является вами, потому что вы — куча памяти. Если вы делаете необходимую духовную садыну, если вы делаете достаточную внутреннюю работу, чтобы установить такие энергии, которые являются вами, вы разводитесь только со своим супругом или супругой. Вам не нужно разводиться с собой. Но вы должны понять следующее. Вы уже развелись с собой. Вы полностью разведены с собой. Ваше существование было взращено путем создания связи, партнерства или рабства, в зависимости от того, как вы с этим справлялись, чтобы почувствовать себя целостными в некотором роде. Большинство союзов такого рода создаются потому, что сами по себе вы бы чувствовали себя недостаточными, неполными. Но жизнь устроена не так. Это полноценный жизненный процесс сам по себе. Он не нуждается в помощи извне. Так что теперь, когда вы в такой ситуации, пришло время заглянуть внутрь и понять. Пришло время найти завершенность этой жизни. Пришло время обнаружить, что эта жизнь является совершенной сущностью. Она не нуждается во внешней помощи, чтобы быть такой, какая она есть. Для того, чтобы жить в обществе, мы можем нуждаться, мы взаимозависимы. Но фундаментальное существование вот этого, баланс того, чем это является, пространство этого, возможность того, чем это является — это полноценный процесс сам по себе. Наша взаимозависимость определяется только внешними требованиями. Наше внутреннее существование само по себе является полноценным. Если вы разводитесь с супругом или супругой, что уже само по себе достаточно плохо, не разводитесь с собой. Субтитры создавал DimaTorzok